Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Мне очень приятно присутствовать здесь, тем более, что из года в год, конечно, конференция набирает популярность. Ну и передо мной была задача рассказать о лекарственном лечении метастатического рака поджелудочной железы. Ну и как мы знаем, рак поджелудочной железы в настоящее время занимает шестое место в структуре заболеваемости и занимает среди онкологических проблем порядка 3%. Но что основное? Основное – это высокая агрессивность этой опухоли и достаточно высокая летальность. Какие же существуют факторы риска? Факторы риска – это курение, то есть количество сигарет, которые пациент выкурит за весь период своей жизни. И чем больше он их выкурит, тем больше риск возникновения рака поджелудочной железы. Это возраст. С возрастом частота рака поджелудочной железы увеличивается. Это ожирение, диабет и хронический панкреатит. Ну и вот мы даже с Ниной Владимировной обсуждали одну такую интересную ситуацию о мифах и, скажем так, предвзятом отношении к гражданам Российской Федерации, когда один из немецких коллег подошел и говорит, а у вас, наверное, все в России болеют раком поджелудочной железы. Мы спрашиваем, почему вы так решили? Ну, у вас же все пьют. Мы говорим, подождите, Россия даже не входит в тройку самых пьющих стран. Он очень сильно удивился, обиделся и ушел. Что касается показателей распространенности рака поджелудочной железы, мы видим, что все-таки идет некая тенденция к увеличению заболеваемости. И с 2011 по 2015 год прибавка к заболеваемости составила 1,8%. Немного о статистике. К сожалению, около половины пациентов заболевания диагностируются с необходимостью оказания срочной медицинской помощи. Ну, как мы понимаем, пациенты могут пожелтеть. Это будет один из первых признаков заболеваемости. Это потребует срочной медицинской помощи. Мужчины и женщины болеют в одинаковом проценте случаев. Около 3% из всех клинических исследований, которые идут, только 3% финансирования идет на изучение рака поджелудочной железы. Я посмотрела на Clinical Trial Gov около 2000 исследований, касающихся рака поджелудочной железы. И все они в основном касаются либо изучения каких-то молекулярно-генетических маркеров, которые могут быть предикторами ответа на терапию, либо касаются паллиативной помощи рака поджелудочной железы. Ну, около 26 новых случаев регистрируются ежедневно в мире. Большинство пациентов выявляются уже в метастатической стадии. Конечно, если это заболевание выявлено на ранней стадии, либо локальной формы, понятно, что они имеют лучшее время выживаемости. Ну и, к сожалению, даже 5% не переживают 5 лет. Что касается распространенности, как я уже сказала, большинство – это все-таки пациенты метастатической формы. И мы видим, что в принципе, что в 2003 году, что в 2012 году процент метастатической формы рака поджелудочной железы был примерно одинаковый. Ну и мы посмотрели, что у нас в центре происходит. Действительно, у нас так и получилось. 50% пациентов имели метастатическую форму рака молочной железы и 12,5% местно распространенную, которые тоже требовали лекарственной терапии. В чем вообще проблема рака поджелудочной железы? Это в том, что эта опухоль имеет очень плотную строму. И за счет этой плотной стромы очень низкая возможность попадания химиотерапевтических агентов именно к опухолевым клеткам. Очень слабая воскулиризация, достаточно быстро происходит прогрессирование и метастазирование заболевания. Имеется очень сложный перекрестный антигенный профиль. И вот имеются рецепторы ЕНТ и СНТ, которые, к сожалению, тоже ведут к снижению чувствительности данной опухоли к препарату гемцитабин, который, как мы знаем, долгое время являлся золотым стандартом лечения рака поджелудочной железы. Ну вот достаточно интересный слайд. Это так называемое явление десмоплазии. Это формирование защитной капсулы опухоли, которая не дает проникать кровеносным сосудам к опухоли. И из-за этого снижается проникновение цитостатических препаратов в опухоли. Вот посмотрите, вот эти синенькие кружочки. Это непосредственно плотная строма опухоли. А зелененькие кружочки – это доксорубицин, который был введен в эксперимент. И вот вы видите, что в принципе химиотерапевтический препарат даже не проникает к опухолевым клеткам. Но из молекулярно-генетических особенностей имеется 12 основных сигнальных путей. Конечно, большинство знает из нас кейрас и пейтрикей, но мы понимаем, что как таковой таргетной терапии в настоящий момент для лечения рака поджелудочной железы не существует. Что касается эволюции терапии метастатического рака поджелудочной железы, изначально с 60-х годов в нашем арсенале имелся только 5-фторурацил, потом появился метамицин, дальше появился в 96-м году гемцитабин, который долгое время оставался золотым стандартом для лечения рака поджелудочной железы. В 2005-м году попытка использования таргетной терапии, это появление ирлатиниба, дальше появляются у нас фулфиринокс, нампоклитокселы, и в 2015-м году в Европе был зарегистрирован липосомальный иринтекан, который, к сожалению, в настоящее время в России еще не зарегистрирован. Ну и сначала у нас была монотерапия 5-фторурацилом и монотерапия гемцитабином, которые сравнили между собой. Мы видим, что медиана выживаемости отличалась практически на 2 месяца, и тем самым гемцитабин вытеснил 5-фторурацил из нашей практики. Было пройдено множество клинических исследований для повышения эффективности терапии. Это различные препараты пытались комбинировать с гемцитабином, и было показано, что нет преимущества над монотерапией гемцитабином. Этот постулат долгое время считался верным, но, к сожалению, дальше был проведен метаанализ 34-х рандомизированных исследований, где было показано, что все-таки комбинированная терапия с гемцитабином обладает преимуществом в отношении особенно безрецидивной выживаемости по сравнению с монотерапией. Что касается использования таргетной терапии, пытались добавлять эрлотиниб к химиотерапии, но, как видим, для общей выживаемости это прибавка всего лишь 9 дней, а для выживаемости без прогрессирования это всего лишь 6 дней. Поэтому, конечно, стандартом остается использование химиотерапии. В дальнейшем появляется схема фолфиринокс, и ее сравнивают также с золотым стандартом гемцитабином, и мы видим разницу в медиане общей выживаемости и во времени без прогрессирования. Но, конечно, обратная сторона медали использования монотерапии гемцитабином либо тройной комбинации фолфиринокс – это возникновение нежелательных явлений. Мы понимаем, что нежелательные явления третьей-четвертой степени встречаются гораздо чаще, чем при монохимиотерапии. Как же можно повысить эффективность вообще нашей химиотерапии? Конечно, это появление новых цитостатических препаратов, хотя за последнее время их появилось не так много, а появляются в основном либо таргетная терапия, либо иммунотерапия. Это использование старых препаратов в новых режимах, то есть это либо использование каких-то альтернирующих режимов, либо это использование их в других дозах, больших, меньших. Это попытка индивидуализации терапии, это попытка иммунотерапии, хотя мы знаем, что для рака поджелудочной железы мы практически не используем иммунотерапию. Сколько бы мы не пытались найти у себя, во всяком случае, в центре микросателлитную нестабильность, у нас нет ни одного пациента, у которого бы удалось это найти. Это попытка увеличения доставки цитостатического препарата к опухоли и, соответственно, попробовать увеличить концентрацию препаратов в опухолевых тканях. Ну и, как я уже сказала, это изменение доз и коррекция токсичности. Ну вот в нашем арсенале появился новый препарат на поклитоксел, который используется вместе с гемцитабином, и мы видим, что при одинаковой дозе, в одинаковый промежуток времени поклитоксел в опухоли накапливается на 33% больше по сравнению с обычным поклитокселом. Это связано именно с строением самим препарата, он является альбуминсвязывающим препаратом, поэтому он улучшает доставку препарата к опухоли. Ну и, конечно же, это сказалось и на общей выживаемости. Мы видим разницу в общей выживаемости, пускай и 14,8 против 11,1 месяца, что для рака поджелудочной железы в принципе уже хорошо, но при этом частота объективных ответов выше в три раза. И улучшение общего самочувствия на 75% в комбинации абраксан-гемцитабин выше по сравнению с монотерапией гемцитабином. Ну и это, конечно, влияние на общую выживаемость. Мы посмотрели, попробовали также сравнить, как в исследовании импакта, что получилось у нас в центре. Если в исследовании импакта частота объективного ответа частичного регресса стабилизации составили 29,34%, соответственно, у нас получилось, что стабилизация 53%, а частичный регресс чуть меньше 12%. Ну и при ретроспективном исследовании мы видим преимущество использования фолфиринокса и гемзар с нанпоклитокселом. Что касается алгоритма, алгоритм основывается, естественно, на общем состоянии пациента и на уровне билирубина. То есть в зависимости от его состояния уровня билирубина меньше трех или меньше полутора, мы выбираем, соответственно, схему химиотерапии. Будь то монотерапия гемцитабином, либо это комбинация абраксан с гемцитабином, либо использование фолфиринокса. Ну и, соответственно, как, что и зачем мы будем чередовать, мы можем увидеть выживаемость пациентов. Ну и вот вспоминая, когда мы пришли в ординатуру, я помню, Владимир Михайлович нам всегда говорил, что если пациент метастатическим раком поджелудочной железы живет больше шести месяцев, пересматривайте диагноз, это не рак поджелудочной железы. Но мы видим только один пациент, у которого мы провели одну линию химиотерапии, а дальше была симптоматическая терапия, не переживает шесть месяцев. Все остальные пациенты переживают даже двенадцать месяцев. Что касается проведения второй линии терапии, конечно, она зависит от того, какая была первая, какой был безрецидивный период и какой был ответ на первую линию химиотерапии. Интересное исследование было опубликовано несколько лет назад, оно касается изучения звездчатых клеток, которые находятся непосредственно вокруг опухоли поджелудочной железы. В нормальном состоянии эти звездчатые клетки способны накапливать в своей структуре ретинол, витамин А. Когда возникает опухоль поджелудочной железы, они этот витамин А утрачивают и начинают активно синтезировать вот эту капсулу, которая не дает развиваться сосудистой стенке и проникать цитостатиком в опухолевую клетку. И в эксперименте было показано, что если звездчатые клетки, которые находятся вокруг уже опухоли в активном состоянии, обработать снова витамином А, они приходят в нормальное состояние и снова становятся неспособны к миграции и инвазии. Ну, конечно, это не значит, что надо всем бросаться и есть витамина А морковку там с утра до вечера, потому что это все-таки еще эксперимент. Но это так для размышления. Очень мне понравилось на сайте, касающемся рака поджелудочной железы для пациентов, изданы прям такие методические руководства, что такое поджелудочная железа, как вас будут диагностировать, какие варианты лекарственной терапии существуют, и какие методы локального лечения существуют для рака поджелудочной железы. Вплоть до того, что в этих книжках расписаны блюда и рецепты для пациентов раком поджелудочной железы. Ну и один из вопросов, каково же ваше предпочтение, когда к вам приходит пациент с статическим раком поджелудочной железы, он еще не получал никакой химиотерапии, кок-статус у него единицы и нормальный уровень билирубина. А можно голосование? Получится у нас? Нет? А, ну, в принципе... Пожалуй, можно с вами... Сейчас, извините, пожалуйста. Можно согласиться, но мы бы, наверное, все-таки отдали предпочтение, анпоклетоксил с гемцитабином, понимая, что мы пациента не можем в дальнейшем прооперировать, при этом токсичность у него будет значимая. Поэтому нам надо повлиять на его, в принципе, качество жизни и продлить ему жизнь, а не ухудшить. Поэтому мы бы склонились больше к анпоклетоксилу с гемцитабином. Ну и один из наших клинических случаев – это пациент 52-х лет, он заболел в декабре 2015 года. Ему был поставлен диагноз рак головки поджелудочной железы Т3Н1М0. Он обратился, как это бывает в экстренном порядке, по поводу механической желтухи. Пока его дренировали, только в феврале смогли выполнить панкреатодоаденальную резекцию. При гистологическом исследовании был поставлен диагноз аденокарцинома головки поджелудочной железы с инвазией в 12-перстную кишку, перенервальной инвазией. И метастазы были в 10 из 13 региональных лимфатических узлов. Ну, как бы вы поступили в данной ситуации? Вы бы оставили пациента под наблюдение после полной циторедукции, либо назначили бы ему адевантную терапию? На голосование отводится 10 секунд, но, как правило, они идут очень долго отлиться. Да, я соглашусь с вами, мы бы тоже назначили адевантную терапию, но, помянуя, что это был февраль 2016 года, в то время еще не было рекомендации об адевантной терапии, поэтому пациент был оставлен под наблюдение. Ну и, в принципе, что не явилось неожиданностью... Сейчас, извините, пожалуйста. Что не явилось неожиданностью, в дальнейшем у пациента наступило прогрессирование заболевания, у него появился конгломерат лимфатических узлов вдоль верхней брюжеечной артерии, лимфатические узлы в области хирургического вмешательства. Отмечался рост сей 19,9 до 149, общий статус ЭКО был 2, он был обусловлен болевым синдромом и возобновлением гипербилирубиномии второй степени, повышением уровням трансамена с третьей степени. Мы провели симптоматическую терапию, снизили печеночные показатели до второй степени, ну и какую бы терапию вы назначили пациенту сейчас, учитывая, что у него получается прогрессирование после хирургического лечения и множественные лимфоузлы в брюшной полости. И КОК-2. Смотрите, все равно, да, есть коллеги, которые назначили бы только симптоматическую терапию, либо, да, большинство назначило бы дуплет, либо гемцитабин с оксалеплатином, либо нанпоклитоксел с гемцитабином, и остальная часть зала предпочла бы монохимиотерапию гемцитабином. Ну, мы назначили этому пациенту 7 циклов абраксана с гемцитабином, получили частичный эффект, нормализацию, маркера 19,9, полное оккупирование болевого синдрома. Пациент чувствовал себя превосходно, ходил на работу, приезжал только на введение цитостатиков, нормализация печёночных показателей. Ну, вот у него уменьшились размеры этих лимфатических узлов. Регресс опухоли составил 52%, но из токсичности на фоне терапии, опять отметилась печёночная токсичность третьей степени в первые 4 цикла, и редукция дозы гемцитабина была 25%, а дозу ананпоклитоксила мы оставили ту же самую. Но с учётом того, что мы провели 7 циклов с хорошим частичным регрессом, редуцировали дозу гемцитабина, что бы вы сделали дальше? Продолжили бы терапию, провели какие-то дополнительные локальные методы или оставили под наблюдение? Мне тоже нравится очень вариант продолжить терапию, но, честно говоря, у нас просто закончился на тот момент препарат, поэтому мы оставили пациента под наблюдение. Через месяц было выполнено не совсем стандартное исследование, ему была выполнена позитронно-эмиссионная томография, где не было выявлено никакой метаболической активности. И пациент наблюдался 4 месяца, но через 4 месяца у него отметился рост СЕ199 до 480. Он повторно выполнил позитронно-эмиссионную томографию, и тоже очагов выявлено не было, поэтому пациента решили оставить наблюдать, но через 7 месяцев наблюдения появился канцероматоз и асцит, и СЕ199 уже составил 1600. Подтвердили рецидив данными компьютерной томографии. Ну и какова ваша тактика дальнейшая? Если пациент 7 месяцев наблюдался после 7 циклов химиотерапии от изолизумаб-генцитабин, у него произошел канцероматоз и рост маркера. И КОК-1. Ну, в принципе, да, мы так и поступили. Мы вернулись к генцитабину с нанпоплитокселом, который пациент получал на протяжении года. На протяжении года сохранялась стабилизация процесса, но в дальнейшем наступило прогрессирование в виде появления метастазов в печени. И КОК пациента сохранялся все равно один. Что бы вы сделали сейчас? Наблюдение. Продолжить генцитабин, абраксан, генцитабин, оксалиплатин, фулфиринокс, фулфокс, фулфири. И КОК-1. Уровень печеночных ферментов нормальный. Да, мы так и сделали. Мы назначили этому пациенту фулфиринокс, который он получает в настоящий момент. То есть диагноз был установлен в декабре 2015 года. Сейчас на дворе декабрь 2019 года. Пациент жив и чувствует себя хорошо. Хотя у пациента аденокарцином поджелудочной железы. То есть аметастатическая форма заболевания у него с ноября 2016 года. Спасибо за внимание.